Национальный вопрос Вокруг вот этого национально-освободительного движения Унятенных народов Итак, что он сказал в постановке вопроса Национальный вопрос Он сразу начинает с полемики Со вторым интернационалом Национальный вопрос в период второго интернационала И национальный вопрос В период ленинизма далеко Не одно и то же Они глубоко друг от друга отличаются Не только по объему Но и по внутреннему своему характеру И значит вот Здесь он В этой постановке вопроса Выделяет три отличия От времени второго интернационала И от времени уже Когда Ленин занимался этим вопросом И говорит Первое, что раньше национальный вопрос Замыкался Обычно тесным кругом Вопросов Касающихся главным образом Культурных национальностей Значит, что такое культурные национальности Из истории Может вы помните Может кто-то не учил Что этот культурный национальности Этот вопрос стоял так Что вот внутри больших государств Были какие-то маленькие нации И стоял вопрос Ну как бы Обеспечить им культурное развитие Внутри больших наций Этих малых национальностей Вот Это и назывался этот вопрос Культурных национальностей Вот Десятки и сотни миллионов Азиатских и африканских народов Терпящих национальный гнет В самой глубокой и жесткой форме Обычно оставались Вне поля зрения Белых и черных Культурных В кавычках И некультурных Не решались ставить на одну доску Это все про второй интернационал Две-три Пустых и кисло-сладких резолюции Старательно обходящих вопрос Об освобождении колоний Это все, чем могли похвастаться Деятели второго интернационала Теперь эту двойственность И половинчатость В национальном вопросе Нужно считать ликвидированы Ленинизм скрыл Это вопиющее несоответствие Разрушил стену Между белыми и черными Между европейцами и азиатами Между культурными в кавычках И некультурными Рабами империализма И связал таким образом Национальный вопрос С вопросом о колониях Вот это как бы Первая особенность Первое отличие Второе Раньше принцип самоопределения наций Истолковывался обычно неправильно Суживаясь нередко До права наций на автономию Некоторые лидеры Второго интернационала Дошли даже до того Что право на самоопределение Превратили в право на культурную автономию То есть право угнетенных наций Иметь свои культурные учреждения Оставляя всю политическую власть В руках господствующей нации То есть он как бы поясняет Что такая культурная автономия Ленинизм расширил понятие Самоопределения Истолковав его Как право угнетенных народов Зависимых стран и колоний На полное отделение Как право наций На самостоятельное государственное существование Тем самым была исключена Возможность оправдания Аннексии путем Истолкования права на самоопределение Как право на автономию Вот вторую такую особенность Он раскрывает Ну и третья особенность Или третье отличие Значит Национального вопроса В период ленинизма Раньше вопрос Об угнетенных нациях Рассматривался обычно Как вопрос чисто правовой Торжественное провозглашение Национального равноправия Бесчисленные декларации О равенстве наций Вот чем пробовались Партии второго интернационала Замазывающие тот факт Что равенство наций При империализме Когда одна группа наций Живет за счет эксплуатации Другой группы наций Является издевкой Над угнетенными народами Ленинизм низвел Национальный вопрос С высот Широковещательных деклараций На землю Заявив Что декларации О равенстве наций Неподкрепляемые Со стороны пролетарских партий Прямой поддержкой Освободительной борьбы Угнетенных народов Являются пустыми И фальшивыми декларациями То есть Мало того что объявить Значит эти угнетенные нации Равными с другими Но и Нужно подкреплять это делами Утверждает Ленинизм И что Тем самым вопрос Об угнетенных нациях Стал вопросом О поддержке О помощи Действительной И постоянной помощи Угнетенным нациям В их борьбе С империализмом За действительное Равенство наций За их Самостоятельное Государственное Существование И четвертое отличие Раньше Национальный вопрос Рассматривался Реформистки Как Отдельный Самостоятельный вопрос Вне связи С общим вопросом О власти капитала О свержении империализма О пролетарской революции И Молчаливо Предполагалось Что победа Пролетариата В Европе Возможно Без прямого союза С освободительным движением В колониях Что разрешение Национально-колониального вопроса Может быть Проведено Втиховолку И самотеком В стороне От большой дороги Пролетарской революции Без революционной борьбы С империализмом Вот И значит И дальше он говорит Что теперь Вот эту Антиреволюционную Точку зрения Нужно считать Разоблаченной Ленинизм доказал А империалистическая война И революция в России Подтвердили Что национальный вопрос Может быть Разрешен Лишь В связи И на почве Пролетарской революции Что путь Победы революции На западе Проходит Через Революционный союз С освободительным движением Колоний И зависимых стран Против империализма То есть Национальный вопрос Есть часть Общего вопроса О пролетарской революции Часть вопроса О диктатуре пролетариата То есть Ленин Сделал вывод Что нельзя разделять Национально-освободительное движение И пролетарское движение Что они должны действовать Совместно Против империализма Вот что он Значит Вот в этом разделе Этой лекции О постановке вопроса Сказал Иосиф Сырьевич И далее Значит Делает такой вот Как бы Вывод Можно сказать Из этих вот Положений Которые вам Предпослал И говорит Что Вопрос стоит так Исчерпаны ли уже Революционные возможности Имеющиеся В недрах Революционно-освободительного движения Огнетенных стран Или не исчерпаны Есть ли надежда Основания Использовать Эти возможности Для пролетарской революции Превратить Зависимые И колониальные страны Из резерва Империалистической буржуазии В резерв Революционного Пролетариата В союзниках То есть Леонизм На этот вопрос Отвечает Положительно В духе Признания В недрах Национально-освободительного движения Неогнетенных стран И в духе Возможности Их использования В интересах Свержения Общего врага В интересах Свержения Империализма То есть Совместные действия Пролетариата С национально-освободительным движением Могут быть Использованы Вот именно Против империализма И отсюда Он делает вывод Что Необходимость Поддержки Решительной И активной Поддержки Со стороны Пролетариата Державных В кавычках Наций Национально-освободительного движения И угнетенных Зависимых народов То есть Со стороны Пролетариата Обязательно Должна быть Поддержка Поддержка Далее Революционность Громадного Большинства Национальных движений С той же Относительно И своеобразно Сколь Относительно И своеобразно Возможна Реакционность Некоторых Отдельных Национальных движений Революционный Характер Национального движения В обстановке Империалистического Гнета Вовсе Не предполагает Обязательного Наличия Пролетарских Элементов Движения Наличия Революционной Или Республиканской Программы Наличия Демократической Основы Движения То есть Национальное Национальное Основодительное Движение Может не обязательно Преволюцировать Пролетариат Рабочий Класс И даже Ее там Может и не Оказаться Но тем не менее Как Значит Считает Максизм И Леонизм В частности Что обязательно Значит Национальное Основодительное Движение Будет Если с ним Взаимодействовать Оно будет Оказывать Значительную Помощь Пролетарскому Движению И В заключение Вот этого Первого Вопроса Уже Заканчивая Его Ну тут Немножко Это самое Немножко Полемики Опять же С этими Со вторым Интернационалом И я не буду На этом Останавливаться В заключение Он говорит Что Ленин Прав Говоря Что Рациональное Движение Извините Национальное Движение Угнетенных Стран Нужно Расценивать Не с точки Зрения Формальной Демократии А с точки Зрения Фактических Результатов В общем Балансе Борьбы Против Империализма То есть Не изолировано А в мировом Масштабе Вот Собственно Что В первом Вопросе Лекции По национальному Вопросу В вопросе Постановки Что было сказано Теперь Второй Вопрос Освободительное Движение Угнетенных Народов И пролетарская Революция Прежде чем Как бы Полностью Его осветить Этот вопрос Он начинает С того Что При решении Национального Вопроса Ленинизм Исходит Из ряда Определенных Положений И таких Положений Он называет Аж Десять Положений Поэтому Видимо Я Кратко Попробую Осветить Положения То есть Из чего Исходил Ленинизм Когда решал Национальный Вопрос Значит Первое положение Что мир разделен На два лагеря На два лагеря На лагерь Горски цивилизованных Наций Обладающих Финансовым капиталом И эксплуатирующих Громатное большинство Населения Земного шара И лагерь Угнетенных И эксплуатируемых Народов Колоний И зависимых Стран Составляющих Это большинство Я думаю Что На сегодняшний день Практически Мало что изменилось Колоний Почти не осталось Вот А угнетенных Стран И угнетенных Народов Никак не меньше Этих Из которого Исходил Ленинизм При решении Национального Вопроса Колонии И зависимые Страны Угнетаемые И эксплуатируемые Финансовым Капиталом Составляют Величайший Резерв И серьезнейший Источник Сил Империализма То есть Все-таки Колонии Являются Резервом Для империализма Третье положение Революционная Борьба Угнетенных Народов Зависимых И колониальных Стран Против Империализма Является Единственным Путем Их Освобождения От гнета И эксплуатации Ну я думаю Что тут Это положение Бесспорно Что только Революционной Борьбой Можно избавиться От Империалистов От эксплуатации Четвертое положение Важнейшие Колониальные И зависимые Страны Уже Вступили На путь Национального Собудительного Движения Которое Не может Не привести К кризису Всемирного Капитализма Ну Эта борьба Продолжается И кризисы Конечно Империализм Посещают Регулярно Особенно В последнее Время Довольно Часто Стали Происходить Пятое Положение Интересы Пролетарского Движения В развитых Странах И национально Освободительного Движения В колониях Требует Соединения Этих Двух Видов Революционного Движения В общий Фронт Против общего врага Против империализма Эта задача Я думаю Она и сейчас Остается Далее Шестое Шестое Положение Победы Рабочего Класса В развитых Странах И освобождение Угнетенных Народов От иго Империализма Невозможны Без образования И укрепления Общего Революционного Фронта Ну Видимо К этому Надо прислушаться И Конечно Национальное Освободительное Движение И пролетарское Движение Должны Друг друга Как-то Друг другу Прислушиваться И друг друга Поддерживать И в настоящее Время Далее Седьмое Положение Образование Общего Революционного Фронта Невозможно Без прямой Решительной Поддержки Со стороны Пролетариата Угнетающих Наций Освободительного Движения Угнетенных Народов Против Отечественного Империализма То есть Мысль Она тоже По-моему Сейчас Тоже Остается Что Пролетариат Угнетающих Наций Должен Поддерживать Национальное Совободительное Движение Угнетенных Наций И действовать Против Отечественного Империализма Дальше Восьмое Положение Поддержка Это Означает Отстаивание Защиту Проведения В жизнь Лозунга Право Наций На отделение На самостоятельное Государственное Существование Ну С тех пор В общем-то Максим Не отказался От этого Положения От права Наций На самоопределение И даже На отделение Девятое Положение Без проведения Этого Лозунга Невозможно Наладить Объединение И сотрудничество Наций В едином Мировом Хозяйстве Составляющим Материальную Базу Победы Всемирного Социализма Ну Видимо Тоже Актуальность Это положение Не потеряло И десятое Положение Объединение Это может быть Лишь Добровольным Возникшим На основе Взаимного Доверия И братских Взаимоотношений Народов То есть Несмотря на Право На отделение Все-таки Пролетариат Стран И национальное Освободительное Движение И пролетариат Угнетенных Стран Должны Стремиться К объединению И это положение Совершенно Необходимо И в настоящее Время Отсюда Как бы Утверждается Что две стороны Две тенденции В национальном Вопросе Тенденция К политическому Освобождению От империалистических УЗ И к образованию Самостоятельного Национального Государства Возникшее На основе Империалистического Гнета И колониальной Эксплуатации И тенденция К хозяйственному Сближению Наций Возникшая В связи С образованием Мирового рынка И мирового хозяйства То есть Получается Существует В мире Две тенденции С одной стороны Чтобы освободиться Империализм Нужно стремиться К освобождению К самостоятельности Государства Но поскольку Рынок Единый Мировое хозяйство Единое То и стремиться К объединению И вот Сталин приводит Такие слова Ленина Обе тенденции Суть Мировой закон Капитализма Первая Преобладает В начале Его развития Вторая Характеризует Зрелый И идущий К своему превращению В социалистическое Общество Капитализма Для империализма Эти две тенденции Являются Непримиримыми Противоречиями То есть В империализме Существует Противоречие Вот в этих Двух тенденциях Ибо империализм Не может Жить без Эксплуатации И насильственного Удержания Колоний В рамках Единого Целого Ибо империализм Может сближать Наций Лишь путем Аннексий И колониальных Захватов Без которых Он вообще Говоря Немыслим Для коммунизма Наоборот Эти тенденции Являются Лишь двумя Сторонами Одного дела Дело Освобождения Угнетенных народов От иго-империализма Ибо коммунизм Знает Что объединение Народов В едином Мирном Хозяйстве Возможно Лишь на Началах Взаимного Доверия И добровольного Соглашения Что путь Образования Добровольного Объединения Народов Лежит через Отделение Колоний От единого Империалистического Целого Через превращение Их в самостоятельные Государства Вот Без такой борьбы Немыслимо Воспитание Рабочего Класса Господствующих Наций В духе Действительного Интернационализма В духе Сближения С трудящимися Массами Зависимых Стран И колоний В духе Действительной Подготовки Пролетарской Революции То есть О чем Здесь На чем Он сделает Упор На том Что второй Интернационал На это Не обращал Внимания Но сейчас В эпоху Империализма И в эпоху Уже Совершающихся Пролетарских Революций Нужно Воспитывать Рабочий Класс Вот этих Империалистических Господствующих Наций В духе Интернационализма Движения Своей Страны С пролетарским Движением Господствующих Стран То есть И со стороны Угнетенных Наций Тоже должно Быть Понимание Что Не только Борются С империалистической Страной У них Еще есть Союзник В этой Стране Есть Рабочий Класс Вот у Национального Национального Движения В духе В духе Революционного Интернационализма То есть В вопросе Национального Интернационализм Это Как бы Одно из Главных Зверьев В деятельности Пролетариата И в деятельности Национального Заводительного Движения И далее Сталин Приводит Довольно Длинную Цитату Я ее Все Не буду Потому что Она займет Много Времени Цитату Ленина Он говорит Что Вот что Говорит Ленин Об этой Двусторонней Работе Коммунизма По воспитанию Рабочих В духе Интернационализма Если Кого-то Это Интересует Вы можете Прочитать Сами А я Только Коротенькую Заключительную Вам Оглашу Заключительную Фразу Из этого Высказывания Ленина Об интернационализме Люди Не вдумавшиеся В вопрос Находят Противоречивым Чтобы Социал-демократы Угнетающих Наций Настаивали На свободе Отделения А социал-демократы Угнетенных Наций На свободе Соединения Но Небольшое Размышление Показывает Что Иного Пути К Интернационализму Излиянию Наций Иного Пути К этой Цели От данного Положения Нет И быть Не может Вот Собственно Что я Хотел Вам Сообщить По этой Лекции По национальным Вопросам На этом Я Заканчиваю Пожалуйста Вопросы 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 Если Смогу Отвечу Вопросы Вопросы